В силу множества причин, до 80-х годов прошлого века исторический центр Рязани сохранял свою дореволюционную форму. Другими словами, являл собой музей под открытым небом и был необычайно привлекателен для туристов. Как все мы помним, в последние годы чиновники много твердят о том, что Рязань должна стать туристической жемчужиной. Только чем, собственно, завлекать туристов, учитывая, что с невероятной скоростью исчезают с улиц города исторические памятники архитектуры, а вместе с ними дух и атмосфера, которые делали Рязань особенной. Каждый снос дома или перестройка, постройка на его месте нового, новодела очередного, который дисгармонирует со старым городом, это вещи, в принципе, недопустимы в любом старом городе мира. У нас такой старый город есть. Это город 18 века, екатеринских времен. Он сам по себе ценен, цена его застройка. А если еще и дома связаны с именами великих, то это сразу на порядок выше, поднимает его статус, этого дома. Исторический центр города стали потихоньку уничтожать еще в конце 80-х годов. А в наши дни этот процесс развернулся с особым размахом. Впрочем, куда легче объявить старинные дома ветхим фондом и тем самым избавиться от них, вместо того, чтобы рационально использовать имеющееся богатство. Мы сейчас находимся на улице Орефьевской, нынешнем Цветном бульваре. Один из лучших домов Троицкой Слободы, а это Троицкая Слобода, центр географический. Это дом техника-строитель Банковского, который вполне по праву может занять место в музее деревянного зодчества нашего города. Уникальный дом по резьбе, по оформлению, по своей гармонической основе, стоящей из двух частей равновеликих. Красавец. История подавляющего большинства рязанских домов до сих пор не написана. А об их историческом значении не знает большинство жителей. Например, на улице Горького напротив школы номер один раньше стоял дом, где в 47-49 годах жила дочь Марины Цветаевой, Ариадны Эфрон. Там ее и арестовали. Выяснилось это уже после того, как дом снесли. А теперь даже фотографии не осталось. Расположенный неподалеку дом на углу улиц Горького и Свободы подвергся тотальной перестройке. А ведь именно в нем жил в 1918-1920 годах всемирно известный художник Филипп Малявин. Дом номер 71, явно солировавший среди дореволюционной застройки всего квартала, очерченного улицами Горького, Свободы и Фрунзе, принадлежал Семену Анжену, сыну известного рязанского заводчика. В июне 2009 года дом снесли. Обсуждение каждого дома, судьбы каждого дома в старом городе, а их всего-то там может быть несколько десятков, это задача всей огромной полумиллионной Рязани, всей общественности, архитекторов. Недавно снесенный дом психиатра Бориса Михайловича Ганушкина, который вполне мог бы стать музеем истории рязанской медицины. Теперь Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области приняла решение об отсутствии у дома Овсянникова историко-культурной ценности. Дом личного почетного гражданина Алексея Михайловича Овсянникова – яркий образец доходного дома в русском стиле, направление в архитектуре, которое в поисках национальной самобытности ориентировано на древнерусское зодчество. Под угрозой находится и дом по улице Вознесенской, где жил Константин Циолковский. Напомним, в 2017 году будет отмечаться 160-летие нашего земляка.